Всем доброго времени суток! И добро пожаловать в новый 97-й год в альманахе жанра файзинг. И начинаем этот год мы довольно большой игрой. Real Bout Fatal Fury Special. Шестой игрой в серии Fatal Fury, которая вышла на аркадах 28 января 1997 года от СНК. Ничего в принципе удивительного. Как видите, серия продолжила жить и процветать. И данная игра привнесла довольно много изменений практически во всех аспектах. Положительные ли они были или нет, давайте собственно разбираться. Управление по классике для СНК-шных игр четырехкнопочное. Панч, кик, сильный удар и уход на задний план. Да, основная фишка серии здесь по-прежнему присутствует. И она вновь подверглась переработке. В двух прошлых играх было три линии боя, на которых происходило действие. Одна основная и две второстепенные, на которые персонаж временно уходил, либо для уклонения от атак, либо для обманки, или, например, для возможности обойти соперника сзади, ну или просто влупить, но с другой стороны. Здесь разработчики решили вернуться к схеме из более ранних игр, а именно Fatal Fury 2 и Fatal Fury Special, но с некоторыми улучшениями, которые появились в Fatal Fury 3 и Real Bout. По итогу мы получили довольно интересный гибрид. У вас в распоряжении две полноценные линии боя, на переднем и на заднем плане. В любой момент вы можете спокойно уйти на другую такую линию, ну, например, для того, чтобы вернуться от атаки или попробовать застать врага врасплох. При этом оба игрока по-прежнему имеют полный контроль над своими героями и вольны передвигаться в любую сторону по своим линиям и по своему желанию переходить на соседние. В прошлых же играх вы были обязаны вернуться на одну основную через некоторое время. Более того, вы также вольны атаковать соперника, находящегося на другой линии и уворачиваться соответственно от этих атак. Есть даже некоторые спешлые суперы, которые задевают по обоим линиям. Такие, казалось бы, незначительные изменения все больше и больше как бы размывают границу между 2D и 3D файтингом. Да, в основе своей мы по-прежнему играем преимущественно в 2D файтинг, но ранее упомянутая механика и ее особенности как бы в некотором смысле придают боям эдакой объемности с акцентом на передвижении в различных пространствах. И как мне кажется, объединив многие аспекты прошлых литераций этих механик, разработам удалось сделать наиболее удобную и понятную, что только плюс. В остальном, геймплей по большей части перекочевал из Real Bout Fatal Fury. Персонажи могут дэшить вперед-назад, есть прыжки, высокие прыжки, легкие хопы. Из прыжков и высоких прыжков можно менять сторону, в которую вы смотрите, для более удобных красапов. Есть блок в воздухе, защитная атака из ранних Fatal Fury. В плане боевки изменения также есть. Помимо обычных ударов и бросков, у многих персонажей есть команд нормалы, у некоторых есть атаки по лежачим, и даже атаки на подъеме. Почти у всех есть комбо-связки вроде ABC, BBC, что-то в этом роде. Появились также дополнительные связки, которые либо выбивают врага на задний план, или наоборот притягивают его как бы обратно. Канцеллы также есть. Многие нормалы отменяются в спешлы и суперы. Есть еще так называемый кара-канцелл, когда вы отменяете анимацию приема на очень ранней стадии, даже когда вы бьете в воздух. Этакая обманка. Кстати, у многих бойцов также есть и намеренные приемы-обманки, анимации которых выглядят как их спешлы или суперы, чтобы, собственно, обмануть соперника и спровоцировать его на определенные действия. В общем, комбо-система здесь довольно продуманная, хоть и кажется простенькой, особенно по нынешним меркам. Как по мне, это тоже безусловный плюс. Она как бы не требует особого освоения, но при этом дает довольно большой простор для разнообразия и действия. Да и урон неплохой наносит. Как и в прошлой игре, у вас двойная шкала здоровья. На второй, красной, вам становятся доступны приемы отчаяния, местные суперы. Вы можете их делать бесконечно, но пока рал не закончится или пока вас не ухайдохли. Но не стоит забывать и про шкалу энергии снизу. Накапливается она по мере нанесения успешных ударов или исполнений спешла. Когда она накопится, хотя бы наполовину, появится буква H. В этом случае вам станут доступны две вещи. Первое, это роллы как в Стритфайтер Альфа. Нажав назад вниз D после падения от сильных ударов, можно быстро подняться с небольшим перекатом. Второе, это так называемые брейкшоты. Опять же, если проводить аналогию со Стритфайтером Альфа, это альфа-каунтеры или гард-канцелы. У каждого персонажа есть хотя бы один спешл, который он может делать именно как брейкшот. Вы делаете его во время блока атаки врага, и в случае успеха вы перебьете его атаку своей, но при этом половину энергии вас снимут. Когда шкала накопится полностью, она начнет автоматически медленно иссякать, но вам станет доступен Деспарейшн, даже если у вас еще первая шкала здоровья. Однако, если она у вас еще и вторая в этот момент, то вам станет доступен более мощный пауэр-мув. Казалось бы, в целом боевка та же, ну добавили каждому персонажу больше приемов и маневров. На первый взгляд может показаться, что единственное серьезное изменение, это как раз работа системы движения на задний план и обратно. Но это еще не все. Стоит не забывать еще один аспект. Сами арены. Помните, как в прошлой игре по краям стояли барьеры, которые можно было разбить, постоянно толкая мощными ударами туда соперника? Здесь они тоже есть, но не являются способом мгновенной победы. Рингаутов здесь нет, но тот персонаж, скажем так, чьей башкой разбили этот барьер, выпадает в стад. К тому же барьер восстанавливается на следующий раунд, и его опять можно использовать. Учитывая все ранее описанное, мы получаем довольно динамичный, я бы сказал весьма стратегичный файтинг, в котором очень важную роль играет не только знание соперника, своего персонажа и выполнение приемов, но также и пространственная осведомленность. Ведь теперь в игре также и движение соперника учитывается, и сами уровни. Безусловно, это сама по себе как бы не новая особенность. В любом другом файтинге сажать соперника в угол, к примеру, было явным признаком преимущества. Однако, здесь это мало того, что играет куда большую роль, но вам также дали доступ к большему количеству маневров, как в нападении, так и в защите. Опять же, на первый взгляд может показаться, что это всего лишь мелочь, но она довольно сильно влияет на ход боя. При этом, игра не сильно перегружена этими самыми особенностями и техниками. Опять же, все это по сути мы видели ранее, просто это было слегка модифицировано и изменено, так что порох вхождения у игры не слишком высокий. В положительном ключе с геймплейной точки зрения я также могу отметить и саму сложность игры. К примеру, управление в игре очень четкое и отзывчивое. И самое главное, многие приемы довольно легко выполняются. Ну, по крайней мере, если мы говорим об игре от SNK. Да, безусловно, есть персонажи, которые требуют чересчур изощренных способов ввода для спешлов, но в большинстве случаев инпут здесь значительно упростили. Что, как по мне, только плюс. Сложность прохождения, кстати, тоже не слишком высокая. Искусственный телег, конечно, бывает нагло читает инпут, но по сравнению с прошлыми играми серии сложность здесь безусловно снизилась. Что тоже однозначно плюс. Некоторыми персонажами я игру даже без контов смог пройти. Собственно, о персонажах. Вернулись все из прошлой игры, только Гис Хауард ушел немного в сторону и стал секретным неиграбельным боссом. Мол, он типа помер в прошлой игре. Однако вернули и некоторых старых персонажей из Fatal Fury Special. Танфу Рю, Чан Син Зан, Лоренс Блад и Вольвин Краузер. Каждый из них получил новый облик и множество новых приемов. Плюс, в игре есть четыре скрытых версии персонажей с другими мувсетами. Энди, Тун Фу Рю, Блю Мэри и Билли Кан. Тан, например, в этой версии играется как в Fatal Fury 2, а Блю Мэри как в Fatal Fury 3. Таким образом, мы получаем в распоряжении 23 уникальных персонажа. Ну, плюс еще, конечно, неиграбельный Гис Хауард. Каждый из этих персонажей играется по-своему. Многим добавили новых приемов, многих вообще полностью переработали, как ту же Блю Мэри, например. В связи с чем, собственно, и пришлось добавлять ее в кавычках экс-версию. Старичков, вернувшихся из прошлых игр, переделали визуально под новый стиль анимации. Собственно, про визуальную составляющую. Новые спрайты персонажей просто шикарные. Дизайны многих персонажей лично мне здесь кажутся лучшими в серии, а зачастую лучшими для конкретных персонажей вообще. Например, Блю Мэри надела куртенку, и ее, скажем так, формы слегка сделали более реалистичными. Ее манеры, движения и в целом облик также были слегка изменены в более реалистичную сторону. Что также стоит отметить, это то, что даже ее альтернативная форма имеет свои уникальные визуальные черты. Она там более садистская и язвительная. И это также выражено в ее позе, портрете и даже цветовой палитре. Вот это я называю внимание к деталям. Даже в банальном портрете и чистой анимации персонажа можно показать его характер и манеры. И, кстати, об этом. Наверное, ярчайший пример качественной визуальной проработки персонажа это Босс Краузер. Начнем с того, что его нарисовали здесь просто натуральным исполинским гигантом. Он буквально возвышается над своими оппонентами, что также является частью его персонажа, ибо по лору он аристократ голубых кровей. Просто посмотрите на его властную позу, его отточенные уверенные движения, даже банальная его походка. Он даже не встает в какую-то бойцовскую стойку для боя с вами, он даже руки не поднимает для защиты. Он выше этого. Для него вы как жук навозный, которых он просто давит каждый день и даже не замечает. И все это выражено и отчетливо читается в одной лишь анимации прорисовки персонажа. И смею напомнить, он не какой-то там комиксоидный суперзлодей с психосилой или злобный амператор из параллельного мира. Он просто мощный, властный, горделивый мужик, который давит на вас просто своим присутствием. Вот это реально качественная работа. В положительном ключе можно также выделить и остальные визуальные аспекты игры. Великолепные задние планы с кучей деталей и внимания до каждой мелочи буквально. Например, никуда не делась фишка смены времени суток от раунда к раунду. Мол, в первом раунде вы начали с утра, а к третьему уже за полночь. У каждого уровня есть свое уникальное интро, как и у многих самих персонажей. Да, повторяющийся уровень безусловно есть, но это оправдано лором, и даже так там есть уникальные детали. В игре хорошая четкая озвучка, отличные звуковые эффекты, особенно смачные звуки ударов. Вот серьезно, здесь одни из лучших звуков удара в жанре. Ну, и конечно, не стоит забывать про шикарную музыку. У каждого персонажа своя тема, подчеркивающая характер бойца, и отлично вписывающаяся в действие на экране. И вот это все в сумме создает просто шикарную картинку. Опять же, краузер просто как яркий пример. Вы доходите до этого босса, и вы понимаете, что сейчас что-то будет. Если серьезно, я могу долго нахваливать практически каждый аспект этой игры. Даже банальные переходы между уровнями с портретами отлично прорисованы. Даже голос ведущего меня забавляет. Да чего уж там. Посмотрите, они заморочились нарисовать Блю Мэри анимацию того, как она в нейтральной поезде зачесывает назад волосы. После каждого своего действия. Нужна ли эта анимация? Да конечно нет. Но как черт побери, она клево смотрится, и что немаловажно, работает на персонажа, показывая ее манеры и характер. Или посмотрите например на придурковатого Фрэнка Бэша. Это здоровенный качок, бывший чемпион по кикбоксингу, любящий заботливый отец, просто хороший друг, но он также любит дурачиться и вытворяет вот такое. Опять же, нужно это для игры? Безусловно нет, но это отлично дополняет картину. И эта анимация настолько хороша, что из нее после титров будут показывать забавные сценки. В общем, да, как вы поняли, игра хороша практически во всех аспектах. Визуально это просто конфетка, звук тоже не подкачал, да и геймплей на высоте. Боевка отличная, слегка переработанная, управление удобное, разнообразие тут присутствует, сложность не шибко высокая. Да, с балансом есть некоторые проблемы, как мне кажется, некоторым персонажам стоило бы кое-что поменять. Но я бы не назвал это сильно большой проблемой. К тому же, среди 23 играбельных персонажей каждому найдется боец по вкусу. Но есть еще один пробел в этой игре. В ней практически нет никакого нарратива. Да, я отметил анимацию как неплохой способ донести до игрока определенную информацию, например, характер персонажа. Но этого как-то маловато. Здесь нет какой-либо истории, нет какого-либо конфликта, просто персонажи серии чистят друг друга физиономии. Все. И это по факту единственный серьезный минус игры, не считая немножко спорного баланса. Но он какой-то слишком уж заметный. Особенно если учитывать, что все остальное выполнено просто отлично. Если, к примеру, новичок сядет играть за эту серию сразу, игнорируя прошлые части, для него все эти персонажи просто будут какими-то куклами без какого-либо контекста. Но так делать как-то нельзя. Поэтому моя итоговая оценка 9 баллов из 10. Это отличный файтинг и он рекомендуется для ознакомления всем. К тому же его можно поиграть разными способами. Игра была само собой портирована на NeoGeo домашнюю версию и на NeoGeo CD. Во втором случае были долгие загрузки с довольно неплохо прорисованными портретами. И кстати, я один в Лоуренсе Бладе здесь вижу Кармана Коулы из Art of Fighting 3. Из минусов я заметил немножечко порезанную анимацию. Не критично, минималистично, но мой глаз за это уцепился. В плане звука добавили аранжированный саундтрек. И как и в большинстве случаев я предпочту оригинал. Еще здесь добавили странный в кавычках оригинальный режим. И по сути это как бы та же аркада, но в случайные моменты вас будут прерывать и вызывать на дуэль. Это как бы типа должно имитировать вроде как реальный аркадный автомат. Мол к вам кто-то подошел, рядом сел и вызвал вас на бой. Но по факту это просто продлевает аркадный режим на один бой и все. Если честно странная вещь, не знаю зачем добавили. А вот после прохождения вскрылся приятный бонус. После титров вам покажут натуральный клип, в котором Мэри споет вам свой блюз. Поет она правда на японском, но под свою собственную рождается очень годной пиксельной анимацией. Рекомендую найти этот клип в интернете и посмотреть. Оно того стоит. В декабре 1997 года игру портировали на Sega Saturn. За основу взяли Neo Geo CD версию, так что да, минималистичные потери в анимации есть, а также есть слегка худшее качество звуковых эффектов. Но тут также есть аранжированный саундтрек и клип Мэри в конце после титров. Да. Также здесь добавили режим практики и оригинальный режим тоже никуда не делся. И сделали играбельным Гиза Хауарда, так что здесь уже 24 персонажа. Для игры правда она требует наличия 1-мегабайтного картриджа памяти, но для эмуляторщиков это как-то не проблема. В марте 98 года игра вышла на геймбое. Само собой ее сильно пришлось изменить. Осталось только геймплей вроде как на месте. Есть даже переходы на задний план. Вот только играется это в кавычках чудо. Как-то одновременно резко и дерганное и очень неотзывчивое. Вещь неприятная. Не рекомендую. В июне 98 года игра добралась до PlayStation 1 и получила даже новый подзаголовок Dominated Mind. И вот эта версия уже поинтереснее. Здесь добавили довольно качественные новые анимационные вступления и концовки. И соответственно сюжет. Итак, после смерти Гиза Хауарда все правления подпольным миром Саусттауна перешли Билли Кану. Но откуда ни возьмись появился некий Уайт и загипнотизировал Билли и соответственно стал тут всем заправлять. Собственно этот Вайт тут и есть финальный неиграбельный босс. Крэйни мерзкая читерная скотина. Берегите его финальные атаки, я предупредил. Гиз здесь также доступен и он рядовой персонаж. А еще тут добавили Альфреда, персонажа из Real Бау Фетал Фьюри 2, которая на тот момент уже вышла на аркадах. Но там он все равно неиграбельный, хотя бы здесь за него поиграть можно. К сожалению, правда, пришлось пожертвовать четырьмя экс персонажами, то есть альтернативными версиями персонажей из аркадной версии. Еще здесь добавили так называемые Final Impact возможность отменять некоторые спешлы в суперы, то есть по сути супер канцелы. Но к сожалению, есть и потери. Звук, к примеру, стал просто откровенно паршивым. К тому же мелодии не закольцованные, и в каждом следующем раунде они начинаются по новой. Анимация персонажей в целом сохранилась, но пришлось тогда пожертвовать задниками, они очень потеряли в качестве, пропали барьеры по краям, а это уже влияет на геймплей. Ну и собственно раз уж речь про геймплей, самое главное, исчезла возможность уходить на задний план, то есть пропала основная фишка серии. В целом игра конечно хорошая, спорить я не буду, особенно для своей консоли, но как Fatal Fury это не самый лучший вариант. Ну и напоследок аркадная версия доступна в сборнике Fatal Fury Battle Archives Volume 2, который изначально вышел на PlayStation 2, но нынче портирован на PlayStation 4 и Switch. Там чисто аркадная версия, но можно еще поменять саундтрек. Есть как обычный, так и аранжированный. Только берите японскую версию, ибо в западной кровь зацензурили, она там белая. Остальные порты за пределы япониями не выходили, к сожалению. В целом, если отбросить Game Boy версию, любой из этих портов довольно неплохой способ поиграть в игру, но оригинальная аркадная версия безусловно это лучший вариант. Напоследок я хотел бы отметить странность с названием игры. Прошлая игра Real B Fatal Fury значится как полноценно новая, но играется и выглядит как апдейт. А тут прям противоположная ситуация. Она называется Real Bout Fatal Fury Special, то есть она вроде как апдейт, но перелопатили тут настолько много, что она лично как по мне это полноценная новая игра. И забегая вперед я скажу, что лично для меня это лучшая игра в серии Fatal Fury. Но а на сегодня у меня все. Пишите комментарии, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзьям, если есть возможность и желание поддержите проект, все ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!